Всем привет! Меня зовут Алла Кичиджан. Вы на канале «Как завести роман с английским». И сегодня мы поговорим о том, как обезоружить критиков. How to design critics. Возьмем фрагмент из полюбившейся уже нам здесь на канале гипнотерапевта Марисы Пир и разберем ее. Thank you for sharing. That states you won't let it in and shuts the conversation down. Could you repeat that? I didn't get it. It forces a person to think about if they really want to bring this up again. And finally, Oh, are you trying to hurt my feelings? Because if you are, I'm not going to let that in. И давайте посмотрим на предложение из первого фрагмента. Мариса рекомендует отвечать на критику фразой. Thank you for sharing. Ну, понятно, в кавычках мы благодарим. Спасибо, что поделились. Ну, в общем-то, мне все равно, да, это означает, мне как бы наплевать на ваше мнение. Ну, если так грубовато перевести, но значение-то да, что да мне, в общем-то, все равно. И что Мариса подразумевает под этим ответом? То есть мы одновременно показываем, что не собираемся в себя впускать эту критику и прекращаем таким образом беседу. Давайте посмотрим на выражение want to let it in. И сравним его с want to let it in. Представляете, какая разительная разница хотеть впустить критику и не впускать критику? Именно таким тонкостям учит Анна Кантер с самого начала, когда она закладывает фундамент английского языка. Ссылка есть в описании. 55 уроков базового английского выиграет тот, кто будет активно комментировать мои видео. Итак, мы берем помощник will и совершенно привычным нам образом добавляем к нему отрицательную частичку not. Получаем will not. Но дело в том, что никто не пользуется этой формой. Пользуются сокращенной формой, которая звучит как won't. Won't. Ребята, а вам это слово ничего не напоминает? У нас уже есть такое слово, знакомое, совершенно знакомое слово. Какое слово? Помните? Я уверена, что вы все вспомнили. Какое слово, Аллочка? Хотеть. Хотеть. Хочу. А теперь задача. Как же я должна понять своего собеседника? То ли он говорит, что я хочу тебе помочь, то ли я тебе не помогу. То ли, говорит, хочу прийти, то ли, говорит, не приду. А давайте-ка вы подумайте сами и ответьте мне, в чём же разница между хочу что-то сделать и не сделаю. Маленькая такая разница. Малюсенькая, но очень важная. В частицы. В частицы. То. Всё. Пускай. Всё. Наверное, уже кто вспомнил, вспомнил. Кто нет, ну давай подсказку. Ну, в частицы ту, I want to go, например, я хочу пойти. И I won't go. А два остальных совета о том, как обезоружить критиков, how to design critics, гипнотерапевта номер один в Великобритании Марисы Пир. Мы посмотрим в следующий раз. Если вы хотите продолжать разбирать это видео, пожалуйста, напишите о своём желании в комментариях. И давайте свои примеры. Когда won't выступает в роли не отрицания в будущем, а когда won't выступает в роли хочу, и их можно спутать. Ну, вы-то уже теперь ни за что не спутаете. А если у вас будет креокод, то никогда. Вы, даже если там будет всё смазано, всё съедено, всё сжёвано, вы знаете, что там должно быть структурно. А с вами была Алла Кичиджан. Увидимся в следующий раз.